И всем привет, ребят, с вами Мастер Ванька, я сейчас записываю новый ролик, именно с такой картинки мы начинаем его, но сегодня не о каких-то дедосах и прочих вещах пойдет данный видеоролик, сегодня мы поговорим о одном очень интересном игроке, поговорим наконец-таки о вызове принят, уже на протяжении где-то двух недель я хотел записать подобного рода видос и поделиться с вами информацией о том, кто же забрал первый гиперион в нашей игре и удивился тому самому факту, что помимо того, что игрок забрал первый гиперион, он оказывается еще и на своем аккаунте имеет Кризис XT, это игрок с ником MRL Misoula или может быть как-то по-другому читается этот никнейм, я точно не знаю, но в любом случае, если неправильно прочитал, то извиняюсь. Это игрок, который сумел на свой аккаунт набрать целых два новых уникальных дроны, на сегодняшний момент времени гиперион XT имеется только и лишь у него единственного, да, если вы сейчас начнете мне говорить, что там где-то на каком-то спецаке, либо у аккаунта разработчика этот дрон имеется, то, ну я конечно же вам скажу, что это все равно, все как бы несправедливо, нечестно, и лишь этот единственный игрок его получил заслуженно, соответственно, лишь один игрок на сегодняшний момент времени в нашей игре имеет этот дрон и сегодня мы пройдемся по его профилю, посмотрим, что это вообще за игрок, потому что я лично вижу этот никнейм впервые и для меня, наверное, немножко удивительно, что подобный игрок забирает целых два уже уникальнейших дрона, но, похоже, интерес вокруг этих дронов тоже потихонечку, потихонечку начинает угасать. Хотя, сейчас, если бы я зашел бы в нашу игру, то показал бы вам, какая рубка идет за новый кризис, который уже с итогами будет, получается, через два дня, да, то есть через два дня у нас будет уже итоги еще одного кризиса XT, и там есть как раз-таки мой подписчик, который борется за этот кризис, да, и по совместительству он также записывает еще и видосы автоданыч, надеюсь, у тебя получится забрать этот замечательный кризис, не знаю, когда выйдет этот видеоролик, когда уже закончится рубка за еще один кризис, либо еще нет, но в любом случае желаю тебе удачи и надеюсь, что ты его благополучно получишь. Так, ну а сегодня мы пройдемся по этому замечательному рейтингу, также хотелось бы сказать, что если бы вы хотели видеть больше видосов, связанных с рейтингами, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, именно так я могу понять, что подобного рода видеоролики вам интересны, ну и также не забывайте, конечно же, подписываться на канал. Что касаемо данного молодого человека, я вижу его УП, и честно говоря, уже у меня начинают появляться какие-то определенные сомнения, ведь УП у него 0.96, даже в единицу данный игрок не играет в нашем матчмейкинге, а может быть больше просто ему это не надо, он особо не сконцентрирован на каких-то определенных цифрах, он просто по кайфу чилит в нашей игре с десяточкой герскорчика, и комфортно чувствует все. 74 легенда, при этом заработано на кристаллов практически 20 миллионов, что является более единицей коэффициента за полторы тысячи часов на аккаунте, более чем уверен, что это старый аккаунт, и при всем при этом этот аккаунт не является каким-то паркурным, да, то есть молодой человек не заинтересован в паркуре, хотя у нас большинство игроков, которые как раз-таки забирали Кризис и XT, они были паркуристами, потому что именно в этом формате, в этом режиме большинство игроков заинтересованы в донате, в покупке вот этих мин, и конечно же уже и в покупке Кризис и XT, но это не про этого молодого человека, он забрал два пина, два дрона, и при этом играет в матчмейкинге, играет не супер активно, при этом всем, я не знаю честно, насколько большое количество он вложил в игру, исходя из такого профиля, я бы сказал, что скорее всего на все про все не тратил супер большое количество денег и покупал танкойнов, просто был заинтересован как раз-таки двух уникальных, абсолютно уникальных дронах, да, возможно была какая-то неплохая покупочка в виде ультраконтейнеров на его аккаунте, но в целом я не вижу такого ничего сверх необычного, да, и при этом вижу также, что покупалось у него не такое большое количество звезд, да, 12 тысяч, 12 тысяч на сегодняшний момент времени, это где-то около 20-30 тысяч танкойнов, плюс еще эти звезды можно было набивать самому, но исходя из его аккаунта, я могу сказать, что не так уж много он звезд набивает, да, потому что за 100 тысяч там, ну не сказать, что там супер большие цифры будут, да, все-таки если, например, сравнивать с какими-нибудь Борисом Лебасы, который там за неделю набивает по 400-500, а где-то даже 700-800 тысяч, то ситуация будет немножечко обстоять другим образом, но в целом, наверное, этого игрока все и так устраивает, и за относительно не такую большую цифру, потому что у нас за первые кризисы там и по 50 тысяч звезд покупалось, за 12 тысяч забрал заслуженно, закономерно, абсолютно свой заветный кризис и свой заветный гипериончик, по сути, не знаю, сколько он потратил как раз-таки на кризис, но вот на гиперион за 12 тысяч сумел на свой аккаунт получить, и я считаю, что, ну, наверное, по цифрам это вполне себе неплохо, да, то есть это, например, даже те цифры, если бы я был бы, конечно, заинтересован в подобных тронах, да, то я бы, наверное, бы даже был бы готов потратить такое количество звезд, да, все-таки, ну, это не такие какие-то безумнейшие цифры, можно приобрести и получить на свой аккаунт. Ну, а что касаемо моего профиля, то я удивлен, честно, я удивлен, что это обычный, дефолтный матчмейкинг-плеер, который любит играть в захвате флага, который, возможно, любит повозить флажки, потому что такая УП-шка, ну, больше, наверное, как раз-таки подходит к игрокам, которые атакуют, и которые не заинтересованы на своей УП-шке, а заинтересованы именно в победе команды, получает два уникальных дрона. Возможно, в будущем появится что-то еще подобного рода уникальное, и он на свой аккаунт сумеет тоже это приобрести. При том, что с такими параметрами и с таким желанием, я думаю, что у него будут на все про все неплохие шансы. На сегодняшний момент времени у нас уже разыграно, если я не ошибаюсь, 4 кризиса и 1 гиперион XT. Совсем скоро будет еще один новый обладатель кризиса, но, как по мне, пора уже выводить вызов, принят на новый уровень. И когда я записываю подобного рода видосы, я постоянно говорю о том, что первое и топ-10, потом топ-100 и топ-1000, этого явно мало для подобных мини-дополнительных ивентов в нашей игре. Я считаю, что если бы здесь были бы призы за топ-10, топ-20, топ-30, топ-40, топ-50 и так до 100, то есть за каждую десятку были бы дополнительные призы, и призы, которые являются, возможно, уникальными какими-то новыми устройствами, либо просто предметами, которые являются редкими в нашей игре, тот же, например, гром на дальность, был бы там за топ-20, условно, то намного большее количество игроков было бы заинтересовано в этом вызове принят, и намного большее количество игроков концентрировало бы свое внимание вокруг всего этого ивентика. А пока мы имеем ситуацию, где игроки борются лишь за топ-1 место, все остальные призы являются не столь актуальными и не столь интересными, и, соответственно, вот такие вот игроки забирают на сегодняшний день уже 2 уникальных дрона на свой аккаунт. Пишите, что вы думаете по поводу этого игрока, по поводу всей ситуации в целом. Интересен ли вам вообще вызов принят? Акцентируете ли вы свое внимание каким-либо образом на этот ивент? Очень интересно было бы узнать вашу точку зрения. Также не забывайте, конечно же, поддерживать данный видос лайком, подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны, но и не забывайте про то, что в настройках игры в аккаунтике есть мой личный, так, создатель контента. Тимп, устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 20 тысяч накойнов. Все информации по розыгрыше есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok